Практическая психология Нейропсихологическому развитию Сначала было сложно такое слово Нейропсихологическое развитие Почему раньше об этом не говорили А сейчас это так актуально Что произошло с нашим обществом Что произошло с нами Ну вообще Действительно мы стали Нейропсихологи очень популярны Очень востребованы Только потому что у нас Закончилось то детство Которое было в Советском Союзе Если мы вспомним Советский Союз Детство детей Советских Союзов Когда в принципе ничего не было Ни компьютеров, ни телефонов, гаджетов Дети себя умели занимать сами Они придумывали различные игры У них замечательно работало воображение Они умели подстраиваться друг под друга То есть учились уже общению С самых маленьких-маленьких лет Так и раньше и в ясельке отдавали Сейчас яселек нету Там хочешь не хочешь Тебя начнет жизнь заставлять Входить в коммуникации Развиваться Вот ключевое слово Жизнь заставит Вот наверное потому что Говорят лень двигатель прогресса Но в то же время лень Вот этот прогресс вернее Приводит к тому что Наши дети К сожалению требуют Сейчас вот на данный момент Очень большой помощи И корректировки от специалистов И не только ведь от нейропсихологов Но и от логопедов И от людей умеющие Развивать сенсорные системы Вот поэтому Потому что мы перестали бегать Играть во дворах Ползать Я не знаю по деревьям Лазать через заборы Выдумывать различные игры Играть в классики Вспомните замечательная игра Хали-хало Вот недавно мы с детками играли Замечательная игра Через резиночку Это вообще конечно безумно классно Вроде кажется такие простые игры Но на самом деле Современные дети в это не играют А почему эти игры являются Такими прямо базовыми Важными для развития Да, потому что у нас Понимаете Есть законы развития головного мозга Да, вот есть законы Уличного движения Да И почему-то их никто не нарушает Да Потому что знают Что могут получить травму Вообще это вопрос жизни и смерти Да А здесь кстати тоже вопрос жизни и смерти Но только жить и существовать Не имея возможности развития Именно физического Да Это тоже как бы Появляются такие проблемы Как трудности в обучении И к сожалению дети Несмотря на то, что могут Можно им помочь Еще в какой-то момент Да, времени Они к сожалению Нарабатывают себе другие Навыки Вот это же например Да Выученные беспомощности Да Я имела ввиду, что Дети эмоциональные трудности Получаются В связи с тем, что Не формируются Не развиваются в детстве Так, как нужно По законам мозга Всегда идет фундамент Да, без фундамента К сожалению, дети Дом мы не построим Без фундамента Без фундамента Точно так же Мы не сформируем Психические процессы Без определенных Фундаментальных свойств И средств Вот А эти игры Игры как раз Они настроены Прежде всего На развитие Тех низших форм Ощущений Низших форм Восприятия Умение С помощью этих форм Ощущений И восприятия Выстраивать Себе Другие Более Сложные Да, более сложные С каждым этапом Все усложняется И усложняется Процесс развития Психических Функций Функций Да Вот И поэтому Если мы выпускаем Такое звено Как сенсорное ощущение Да Сейчас очень популярна Стала сенсорная интеграция И на самом деле Детей с нарушением Сенсорной интеграции Очень много 90% Тех, которых Вижу я Например Я, наверное, даже Преуменьшила этот процент На самом деле Они практически все Идут без Вот этих Сформированных навыков А если у нас Например Мы готовим торт И мы взяли И не положили туда Какой-то ингредиент Сюда не удастся Нет Никак не удастся Тут ладно Торт можно выкинуть А ребенка же Мы никуда не выкинем Правильно? И получается Что со всех сторон Начинают на детей давить То воспитатели То родители То поведение не нравится То там Не умеют дружить То там вообще В школе Не справляются С лентарничными заданиями Не умеют дружить Вот скажите, пожалуйста Вот помните, наверное Время, когда В детский сад Приходили И играть Была Развивающая атмосфера Среда для того Чтобы играли А что в игре Формируется Вообще Самое главное Самое главное Две фундаментальные вещи Формируются Это прежде всего Умение взаимодействовать Коммуникации Да И во-вторых Умение соблюдать правила Что очень важно В нашей жизни Контроль Это, которое ведет к контролю Да И произвольности Высших психических деятельностей Поэтому, конечно Если не играть А посадить ребенка за пар То это точно так же Как торт без ингредиента Какого-нибудь Будет уже не то Вот вчера сыну рассказывала О том, что Я когда ездила На стажировку в Финляндию Меня очень удивило Что дети Там до седьмого класса Практически Они не пишут никаких контрольных Тесты там Крайне редко бывают И они все время Играют И они все время Если что-то даже изучают То изучают Прямо Опосредованно Прямо То, что я могу Прямо Попробовать на зуб Руками потрогать Вот все это Так грамотно И хорошо И если ребенок Например Опять-таки Встал Устал Если он хочет Походить Если он хочет Ну то есть как бы Он умеет прислушиваться К своим вот этим процессам И вот этот процесс Что они пришли в школу Играть Для наших учителей Ну педагогов Чаще всего это А-та-та Как так можно Все закончилось Игра у вас уже В дошкольном периоде Вы сейчас должны учиться Ну с одной стороны Учителя наши тоже правы До седьмого класса Играть конечно Ну уже Должны быть игры другие Вот например Да у нас вот Когда я работала Еще в школе Был Не был Она до сих пор работает Учитель английского языка И у меня сын учился У нее И я пришла на урок И она Она сделала Игру На английском языке То есть Тема была Как Связанная Тоже Ну в общем Тема была Не помню как Называлась Вот И учитель Иностранного языка Она сказала Вот ты вот сейчас Будешь работодатель Ты будешь принимать Людей на работу А другой Должен прийти И свое резюме Рассказать на английском языке Вот пожалуйста Игра Игра Интересно Интересно Да Вот в таком виде Игра Конечно Замечательно А на самом деле Игровая деятельность Она вот как я говорила О законах мозга Да 6-7 лет Игровая деятельность Должна Передать Свои образы правления Уже высшим психическим функциям Тогда Когда ребенок Идет в школу В 7 лет И он уже должен знать Что надо правильно сидеть Нужно внимательно Слушать учителя Нужно запоминать То что он говорил И если нет Этих базовых процессов То у нас не получается Действительно Такой процесс Как обучение И научение Грамотно И без лишних трудностей Потому что Ну невозможно Ребенка усидеть За стол За парту И высидеть И чтобы он высидел Слушая Произвольно Слушая 40 минут учителя Когда у него Гипотонус Когда он Прикладывается На парту У него нет Того каркаса Который будет давать Ему силу И энергии И конечно Даже если ему будет Очень интересно Ну вспомните себя Когда вы устаете Очень хочется вам Чем-то заниматься Да Нисколечко Вы закроете Все Нам взрослым легче Мы имеем возможность Взять закрыть И убрать А дитё не умеет Возможности такой Поэтому он старается Изо всех сил И когда-то Эта компенсация Скажем так Или процесс Накопления Той энергии Она заканчивается И у нас Очень часто Олимпиадники В детском садике После первого полугодия Первого класса Ну скатываются На двойки И родители Правда Приходят В недоумении Почему так И сваливают Все на учителей А тут Совсем другое Конечно же Там просто надо знать Законы Психофизиологии Да И очень интересную Табличку Она сейчас в интернете Ходит везде и всюду Такая как Пирамида Шейленберга Вот если на неё Посмотреть То там будет понятно С чего необходимо Начинать Для чего нам нужно Ребёнка пеленать Для чего нам нужно С ним играть В ладушки Я вот честно Последние лет пять Встречаю детей Которые никогда В жизни Не играли В ладушки О чём мы тогда Можем говорить О каком Восприятии Скажем так Слуховом восприятии Мы можем говорить Когда ребёнок Ритмы Не усвоил Поэтому Здесь одна из таких Нарушений Которые проявляются Чаще всего Ребёнок Долго Адаптируется К речи другого Человека Потому что Каждый человек Говорит с определённым Ритмом И письмо Это тоже Определённый ритм Который тоже Ребёнок должен усвоить Нет ритма Нет письма Но это одна из Основ Одна из причин Нарушения письма И нарушения Понимания Другого человека Вот смотрите Дети в детстве Не играют Дети сразу же Получают Почти при рождении Гаджеты в руки Да Это такой сидячий Образ жизни Чаще всего Это всегда Да Может быть Какие-то мы потом Увидим результаты И даже этого Развития Но по крайней мере Вот те базовые Моменты Которые вы только что Озвучили Они нарушены В итоге К школе Приходит ребёнок Который не может Делать такие элементарные вещи Как Держать ручку Понимаете Даже просто Держать ручку Ребёнок не может Он написал Два элемента От буквы Например И всё Он устал А его просят Уже предложение Написать И пошли пропуски букв Наслоения Других Вторичных Тритичных Трудностей Ошибок Которые Будут Учителям Конечно Обрабатываться И будут отправлять К логопеду А у него Просто тонус мышц Например И логопед Может быть Самым замечательным Самым хорошим Но пока тонус Не подтянется Не будет Ручку он держать Не будет Конечно То есть получается Что вообще Надо комплексно Подходить Ко всей этой истории Да надо играть Вы понимаете Просто нужно играть Нужно разрешать Ходить босиком Летом Конечно же Когда тепло Нужно барабаться В воде В грязи Всё это моется Естественно В рот там Тащить грязь нельзя Но в то же время И Один известный Педиатр Сказал Что до трёх лет Ребёнок должен Съесть Свой пуд грязи Почему Потому что С помощью Этой же грязи Формируется Иммунитет У ребёнка Поэтому Конечно же Что-то можно Что-то нельзя Но что-то всё-таки Ребёнок должен Попробовать Иначе Определённого Развития не будет А потом Родители удивляются Он у меня не ест Морковку Он у меня не ест Яблочко Он у меня ничего не ест Да конечно А как он будет есть Если на этапе Формирования Этого Вот даже Восприятия Вкусового Родители не давали Возможности Всё что-то попробовали Всё было нельзя Фу как Да А потом такие Оп И ничего не ест Да конечно Потому что Всё у него Уже сформировалось То что мне не дают Раньше не давали Да У нас же в подкурке Всё записывается Значит это Фу невкусно И я бы даже пробовать Не буду Мне страшно пробовать На самом деле Дети Детям страшно Пробовать что-то новое Всё должно быть В разумных Конечно пределах Вот Хорошо Играем Вот прямо Да сейчас у нас Лето И вот эти моменты Смотрите Вот вы правильно сказали В ладушки не играем Босиком не ходим Да И отсюда мы получаем Такие Ну как бы Элементарнейшие проблемы А почему Потому что руки И ноги Это у нас Своего рода Тоже Зоны развития мозга Конечно Конечно Что можно сделать С руками и с ногами Вот сейчас нас слушают И говорят Мы ещё никуда не опоздали У кого-то есть маленькие дети Что можно сделать С руками и с ногами Играть в смысле Да Я думаю Что здесь отделять руки И ноги от тела полностью И головы Я думаю Не стоит Потому что Если мы развиваем руки То обязательно развивается голова Если мы начинаем бегать Развивается физика Бегать в смысле Не просто по пересечённой местности Даже в игре То тоже развивается всё Поэтому Что сделать с руками и с головами В принципе В любую игру играть Да вот сейчас особенно лето Сейчас дети Большинство В лагеря не уехали Да И поэтому От родителей требуется Очень большая ответственность С время С время Как Ну Что Распределить Время для ребёнка Чтобы он получил Все те необходимые навыки Которые недополучил когда-то И поэтому да Родители должны расставить В данный момент приоритеты И по-другому никак Если ребёнок у вас дома Вы на работе То вечер Обязательно должен быть С ребёнком продуктивным Если вы бегать прыгать не хотите Сегодня Значит у вас должна быть Настольная игра Если у вас хочется сегодня побегать То тогда выходим на улицу И играем вместе с ребёнком Игр достаточно Интернет у нас тоже есть Можно придумать Можно выбрать Всё что угодно В принципе Вот И поэтому И когда ребёнок Вместе с родителем Ещё играет Да Это если мы про маленьких Говорим Где-то Да То он получает Не только развитие Своих психических функций Своей сенсорной системы Он ещё и получает Эмоциональное Подкрепление Да Эмоциональную стабильность Получает Что он знает Что родители всегда рядом Родители его поддержат А это ведь тоже Фундаментальное чувство Безопасности В будущем Когда он будет выходить Уже в более Серьёзный мир Да В более взрослый мир Поэтому должны мы играть Если вообще нет возможности Не побегать Ни в настольную игру Хотя вот такого быть не должно Да То вот Сидите вы на кухне Да Например И говорите А давай мы с тобой поиграем В игру там например Ну вот на контроле программирования Да Там Да нет Не говори Белое-чёрное Не называй Можно уходить от этой игры Можно просто поставить Правило Что Я тебе буду задавать вопросы А ты нет Не отвечай Отвечай Всяк разно Но по-другому Да И начинайте задавать ему вопросы Вы старайтесь сделать так Чтобы он забыл об этом правиле Да И он когда-нибудь проговорился Это слово нет Да Ты любишь там например Тараканов Да Он такой Нет Нет Ага Всё Поймали Да И ему весело И вам весело Потом поменяйтесь местами Пусть он вам задаёт вопросы Если видите Что ребёнок устает И ему не хочется уже это делать Всё Меняем игру Начинаем игру по-другому Очень хоро Причём Что здесь у нас формируется У нас контроль формируется Над тем Что нужно отвечать Во-вторых У нас воображение формируется Обязательно Нам же надо что-то придумать Что-то сделать Да У нас новый словарный запас знаний Появляется Появляется у нас Да У нас расширение Слухового Зрительного восприятия Восполняется Восполняется То есть Понимаете Какая-то простая одна игра Она не действует Только на одно что-то Да Оно действует Обязательно на многое Что И самый мощный здесь момент Это эмоциональное подкрепление То что Ребёнок чувствует Что он нужен Потому что Сейчас действительно Отдают гаджеты детям И сидите на здоровье Не мешайте Не мешайте Да Как хорошо Ребёнок за компьютером Просто прекрасно Вот Поэтому вот Вы в буквы поиграйте Да Поиграйте в слова Например На последнюю букву каждого слова Придумать слово Например Там Машина Надо на А придумать Там автобус Да На букву С Можно прям классифицировать Да Только машины называем Только города называем Только ещё что-то Там цветы, растения Что-то ещё Да Вот А можно ещё усложнить задачу На третью букву каждого слова Вы представляете Какой контроль включается у ребёнка И какое проговаривание Каждой буквы У ребёнка в голове Начинает выстраиваться Но это чаще всего уже ребёнок Который должен понимать Да Вот эти Это примерно возраст Ближе к школе уже Да Пожалуйста С детьми можно поиграть Запретное слово Вы называете любые слова Ему А не говорите А например Если вы назовёте цветок То он его не должен произносить А должен хлопнуть в ладоши То есть он за вами Все слова повторяет Но если он услышал название цветка Он не должен Повторить его Да Он должен хлопнуть в ладоши То же самое с цифрами есть Да Когда мы считаем Например А цифра где есть циферка Например 2 Да Или 3 3 3 3 5 13 15 Да Это с мячом А вот мяч например Да Забытый всеми мяч Тоже опять же скажу Шикарная штука Многие дети Не умеют держать мяч в руках Если ещё 5-7 лет назад Я говорила Не умеют кидать мяч об стену То сейчас я могу сказать Что 50% детей Не умеют его просто держать Я уже не говорю о ловить Или об стену кидать Я уже говорю А вообще идеально А это графомоторная функция Да Это графомоторная функция С помощью неё Это задумки С помощью мяча С помощью С помощью этой игры С помощью мяча Мы имеем возможность Контролировать Ну в дальнейшем Да Функцию письма Понимаете То есть глаза должны Смотреть и отслеживать Что мы пишем И контролировать А она закладывается Играя с мячом Это функция Да Пожалуйста Пятнашки Классики Пожалуйста А это же халихало Например Сколько Вот мы в поликлинике С ребёнком тогда играли Ворона Или ворона летела В больших панталонах Это же вот Все дети в поликлинике Встали возле нас А не знать Не знать Что это такое Или например Определи сколько Тебе шагов Необходимо до этого До столба До стены До стула Там да Причём потом дальше Гигантских Лилипудских И так далее Да Тоже разнообразие Пространство Какое начинается Это квазипространство Вот эта игра Как раз формирует Способности К умению Понимать время Весовую категорию Скоростные Какие-то характеристики Это даже элементарно Это даже элементарно Когда учителя говорят Или родители приходят И говорят Что ребёнок Год не может научиться Отступать Несколько клеточек Да Ну то есть Как бы там Четыре клетки снизу Отступать Отступать Да И начинать Например писать Домашнее задание Домашнее в одной строчке Да Работа в другой строчке А то и через три А то и на следующей странице Да И родители Разводят руками Говорят Мы не понимаем Почему Это же так элементарно Да И когда мы возвращаем их Вот как раз К этим процессам Да Что не заложены Фундаментальные процессы В жизни ребёнка В развитии его мозга Поэтому ему это сложно То что вам кажется Просто и легко Для него Это действительно Как бы сложная задача Они не понимают На самом деле Они не понимают Этого расстояния Или там ещё что-то И появляются Очень многие сложности И трудности С этим же пространством Эти дети Которые не понимают пространство Они не специально Сбивают учебники Спарты Например У своего соседа Сосед потом начинает Мстить Возникает драка Начинается наказание Вот оно вот всё Вот как-то И в итоге получается Что ребёнок Плохо потом адаптируется Вообще к этому Да Процессу обучения Он чувствует себя неуспешно И потом Когда идут к психологу И говорят Помогите нашему ребёнку Общаться Да То тогда необходима Точно такая же Группа общения Да Чтобы Проигрывать Ну какие-то игры Да Чтобы дети Научились Общаться Слушать Друг друга Соблюдать Правила И так далее Ну смотрите Ведь Недаром Сейчас появилось Такое направление Да Как нейропедагогика Потому что мы понимаем Что эти дети Приходят в школу И с ними Что-то надо делать Потому что Просто программу Усвоить им бывает сложно Да И это не всегда Коррекционные дети То есть как бы Они умственно Интеллектуально Сохранные Абсолютно Ну Здесь трудно Дети Такая категория детей Называется Трудности в обучении Дети с трудностями В обучении Парциальное отклонение В развитии идёт Да Из-за того Что какие-то Фундаментальные Структуры Не были сформированы И тогда появляется Да Слава Богу Что появилась Такая наука Как нейропедагогик Которая объясняет Поведение ребёнка Или его неуспешность Да С научной точки зрения Сейчас не только нейропедагогик Сейчас нейрологопедия То есть да Тоже появляется И это очень хорошо Вот И про нейропедагогику Да Учителей обучают Вернее нет Дают возможность понять Почему ребёнок Не может сидеть Спокойно за партой Чтобы было принятие Во-первых Этого ребёнка Да Чтобы было принятие Чтобы не думали Что он на зло это делает Ни в коем разе Ни один ребёнок Особенно в первом классе Не делает ничего на зло Он хочет быть Самым замечательным И самым хорошим Но у него это К сожалению Не получается Да И тут в нейропедагогике Рассказываются Различные подходы Для учителей Чтобы Заинтересовать ребёнка Или успокоить его Или дать как-то Каким-то образом Понять Что ему необходима Вот в данный момент Эта информация Например Если ребёнок активный Гиперактивный Например Это как пример Один из тысячи Наверное Ему Вот гиперактивному ребёнку Ему необходимо знать Количество Упражнений Которые он должен Знать сегодня Да Или сделать Потому что они прямо Уточняют Вот если сделаем два То всё Да Да От ребёнки Дети У которых Снижено Слуховое восприятие Неважно Правый висок Левый висок Ему необходимо Быть во внимании И для того Чтобы он был во внимании Учитель должен сказать А Петя сейчас За мной Пожалуйста Повтори Ну только Естественно Не как в наказании Это должно звучать А как будто Как помощь Для учителя Он совершает Повтори Пожалуйста Для всех ребят Ещё раз Что необходимо сделать Или какую страницу Открыть Он повторяя Открывает И контролирует При этом себя И включает себя В этот процесс Конечно У детей У которых Очень низкий уровень Энерго Энергии Им необходимо Ну очень много раз Подходить к доске И стирать С доски То что написано Или даже Можно разрешать Там например Полить цветочки Во время занятия Если мы этого Не сделаем Они не будут Усваивать материал То есть вот Нейропедагогика Как раз направлена На то Чтобы Дать учителям Возможность Понять Почему ребёнок Ведёт себя Именно таким образом Ну что В завершении нашей программы Ещё наверное Напомним О том Что сейчас лето И это история Когда её нельзя пропустить То есть Если вы идёте По лугам То Босиком можно Да Можно босиком Набрызгаться Отклить Ну потом проверить Да Всё по-хорошему Если вы в лесу То тогда Пробуем всё на вкус Ну конечно То что реально можно Обнимаем деревья Трогаем их С детьми Вместе тактильно Кожно-киностетическая Чувствительность Должна быть сформирована Да Она тоже является Фундаментальным Средством Для научения Письму И ещё мне Знаете Что хотелось сказать Лето Это всё-таки Время для отдыха И ни в коем случае Вот я ни одного слова Не сказала Про учёбу Про учёбу Должна быть Дети должны Сидеть Там Опять Ну ладно Бог с ним читать Вот Но это тоже Чтение должно Проходить Более экологично И вот сейчас В данный момент Многим детям Я подчеркну С трудностями В обучении Я не говорю О более сложных Детях Я говорю о детях С трудностями В обучении Им необходим Отдых Полноценный Экологичный Отдых То есть Водить По различным Развивайкам Я не знаю Там ещё что-то Всё, что связано С учёбой Это надо прекратить Допообразование Не отменяется Если ему это нравится Это ему хочется Если он получает От этого удовольствие Да, если он получает От этого удовольствие Это, конечно, Очень даже Можно и нужно делать А вся учёба Всё, что связано С математикой Это должно быть Тогда в игровой форме Между делом Да, между делом Потому что дети Даже не знают Сколько это два Неужели родителям Трудно сказать Возьми из ящика Две вилки И положи на стол Да, всё Сразу всё понятно Становится Отлично Ну и, конечно же Мы с вами плаваем Летом Да, водные Воздушные процедуры Если можно Там массаж Если необходимо Просто физические упражнения Всё это пойдёт На развитие Наших детей Медоментальных Да Которые Да, и очень важно Развивать именно Вот эти физику Да, физическое развитие Это очень важно Катаемся на велосипеде Обязательно На самокатах И, пожалуйста, не на электронных Да, а именно Ножных наших Чтобы нога могла Отталкиваться Да Работать совместно С мозгом Да Больше проводить Времени со своими Детями И потом у нас Такой возможности Не будет Они уже вырастут Вот, поэтому Да Ни в коем случае Не заниматься Особенно учебными Предметами Но, если в этой В игровой форме Ради Бога Занимайтесь на здоровье Ну а также Дети будут здоровы Да, ну а также Обнимашки Это тоже Очень важная часть Такая, да Тактильная Когда ты Глаза в глаза Побольше Душевных разговоров Обязательно Потому что Родители должны Понимать Что у них Маленький человечек От них зависит Их судьба Ребёнка Судьба Поэтому, да Ну и в завершении Программы На нашу тему Я порекомендовала бы Вам почитать Книгу Владимира Степанова Неропедагогика Мозг Эффективное развитие Детей и взрослых Кстати, через Обучение Через творчество Мне книжка Очень понравилась Поэтому рекомендую Всем Кого интересует Данная тематика Сегодня У меня в гостях Была нейропсихолог Ольга Скрябина Оля, спасибо большое За интересную программу И до новых встреч Это программа Практическая психология Желаем всем любви, счастья И крепкого здоровья До встречи Всего доброго